Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол.Т.Жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Дортмундскую Боруссию. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересно игровое прохождение или летсплей на ютубе. Буду рад, от всех, кто вы видите. Ну что же, сегодня нас ожидают интересные, я надеюсь, матчи. Во-первых, это домашняя игра с Хофенхаймом. Мы заканчиваем сегодня, в принципе, летнее трансферное окно. Ну, дальше у нас выездная игра, кстати, против Ливеркузенского Байера. Ну и первая игра в Лиге Чемпионов. То есть соперники не такие уж и сложные, вот именно Спортинг и Байер. Но все-таки какое-то значение в обоих турнирах они будут превзносить. Ну и домашняя игра против Униона Берлина. Так, ну из-за того, что у нас следующая игра там буквально через две недели будет, потому что там вроде как игроки отправляются в сборные. И тем более, Хофенхайм сейчас идет на третьей строчке, хоть и начало чемпионата. В любом случае мы сыграем, наверное, первым составом, чтобы одержать победу, набрать 9 очков. И надеяться на то, что вот Лейпциг потеряет, и мы будем единственными на первой строчке. Ну что же, составы на ваших экранах. Поехали. Ну что же, сигналы Дуна Парк, Бундеслига, третий тур, Борусия Дортмунд принимает Хофенхайм. Нас ожидает интересный матч. Хофенхайм набрал 4 очка на старте в первых двух матчах. Ну а Дортмундская Борусия добилась двух побед. Поэтому посмотрим, получится ли у хозяев сегодня сделать три победы подряд. Так, хорошая здесь передача на Ройса. Ну и на Маллина он тоже безоффсайдно отдал. Неплохо. И на Эрлинга Холланда. Конечно же, Эрлинг Холланд 1-0. Перед самым перерывом Борусия выходит вперед. В очень хорошую контратаку пошла Дортмундская Борусия. Ну и Эрлинг Холланд выводит вперед Шмелей. Джан хорошо отыграл. Пас на Маллина. Тот на Ройса. И Эрлинг Холланд забивает все-таки. Как сейчас шикарно все это было сделано. Ну и Норвежец сделает дубль. Конечно, по игре Борусия должна забивать было больше. Там и пропускать должна была. Хофенхайм тоже сопротивление какое-никакое, но все-таки составлял. Ну и вот этот вот очень классный пас под навес. Ну и суперский удар с летом. Вот так. Касание замечательное. Ну что же, финальный сысток. Уверенная домашняя победа Борусии. Еще раз повторюсь, забивать должны были мы больше. Там и пропускать должны были, но счет на табло. Кто-то может скажет не по игре, но можем посмотреть по XG. К примеру, мы наиграли на 6 мячей, а вот Хофенхайм на 3. Поэтому как-то так. Так, сборная Португалии нам предлагает стать главным тренером. Но я, естественно, откажусь, потому что у нас все-таки карьера за Борусию, а не за сборную Португалии. Беллингем отправляется в Англию. Азар в Бельгию. Хумельс и Джан и Шульц в Германию. Ну и Даниил Фомин отправляется в сборную России. Так, Джан, отступные выплачены. Вот тогда, что тут Джан говорит. Спасибо, что поговорили со мной, тренер. Мне очень жаль. Такое говорит, но я не вижу будущего для себя в этом клубе. А мы где в этой схеме? Ну серьезно. Ты знаешь, насколько ты важен для клуба. Тебя уважают твои партнеры, любят болельщики. А ты сливаешься только потому, что у нас дела идут не лучшим образом. Мне нравится такое отношение. Ну действительно. Джан куда-то засобирался. Надо ему сейчас контракт с ним просто переподписать и все. Сейчас мы просто его потеряем и он идет в нападе. Так, Джан важный игрок в составе. Насколько? У него и так сейчас 2. Давайте, я не знаю, на еще один продлим, чтобы было 3. Да, их это устраивает замечательно. Без отступных, вообще супер. Так, ну и финансовые теперь вопросы. Я не знаю, сколько им предлагать. 80 тысяч евро подойдет. Все. Немножечко на 8 тысяч подняли ему зарплату. И он хотя бы успокоился. Ну и теперь надеемся, что в Наполе он не перейдет. Привет, тренер. Просто хотел сказать, что ваши слова о том, что вы у меня тенниси здорово добавили мне уверенности. Сохраняй форму, скажем так. Так, ну замечательно, переговоры не удалось завершить. Потому что, скорее всего, я не понимаю, что мог он все-таки все равно уйти. Даже если я вот продлил с ним контракт, переподписал, что без отступных он теперь. Так, по Ройсу пришло предложение. Хотят его купить в Атлетико Мадрид. Мы отклоняем предложение. Так, пришло нам предложение по Колинцу. Роял Унион Сан-Гелуси. Хотят его взять в аренду на сезон. Ну, в принципе же, да, сдаем. Поэтому давайте начнем переговоры. Поговорим, почему бы и нет. Так, ну на один сезон замечательно, без права выкупа. Нас это, в принципе, вообще устраивает. Так, 60 на 40 они не хотят. Давайте 55 на 45 попробуем. Да, все их устраивает. Поэтому Колинц сейчас в последние часы трансферного окна может перейти в Унион С.G. Все, Колинц официально сдан в аренду. Переходит в Унион С.G. Так, ну и все, закончился период трансферов. Мы потратили 40 миллионов. Прибыли только 6,5 примерно. Каналу попасло Каишмельцера. Кого-то в аренду, кого-то продали. Поэтому, ну все, завершаем. Так, трансферное окно закрыто. По бранту пришло предложение. Его хотят подписать в С.G. Ну что же, у нас сейчас выездная игра против Ливеркузена. Они идут на пятой строчке. За три тура у них две победы и одно поражение. Холланд, кстати, признан игроком месяца в августе. Ну, замечательно. Мы все-таки на первом месте идем. И у Холланд опять забитых мячей за три матча. Ну и сейчас мы единоличные лидеры, если можно так сказать. Ну и давайте отправимся. Первый такой интересный, серьезный соперник для нас в чемпионате. Байер против Боруссии. Поехали. Итак, нам показывает Николя Пепе. Забил три мяча в трех последних матчах. То есть у него тоже неплохая вот статистика. Но у нас Холланд все-таки побольше, конечно, забивает. Поэтому посмотрим, что сегодня выйдет из этого матча. Байер против Боруссии. Начинаем. Неплохо. И на Ройса. И на Ройса. И Марко Ройс забивает. 1-0. 38-я минута. Отлично. Капитан Дортонской Боруссии Марко Ройс перебрасывает. Городецкий. Как вообще была разыграна эта вся атака. В один пас. Раз-раз-раз. И все. Боруссия выходит вперед на выезде. Немножко здесь не дотянулся, конечно, Городецкий. Ну и Марко Ройс забивает важный гол. Свой первый в этом сезоне в Бундеслиге. Первый в четырех матчах. И все. Финальный свисток. Минимальная победа Дортонской Боруссии на выезде. Благодаря единственному забитому мячу Марко Ройса. Вот этой паненочкой. Аккуратный. Перебросом. Поэтому 1-0. Так, что у нас по XG. Наиграли мы на еще. Но мы на 2 наиграли. Ну и Ливеркузин. То есть в любом случае минимальная должна была быть победа. Вот в нашу пользу. Итак, у нас пресс-конференция, посещенная первого туру Лиги Чемпионов. Так, Лига Чемпионов. Статусный турнир. Ваша команда сможет дойти до его поздних этапов. Это наша первая цель. Нам нужно будет справиться с давлением. Другие команды не будут рады матчам с нами. Давайте справиться с давлением. Лучше ответим. Так, команда может начать с победы. Мы ждали этого матча. Ответим так. Сегодня команда сможет забить больше. Но это в плане того, что Байеру мы забили всего лишь один. Победа есть победа. Ответим так. Поэтому все. У нас немножко уставший, конечно, первый состав. Два дня назад только отыграли с Байером. Но ничего. Отправляемся на выезд. Мы в Португалию, в Лиссабон. Спорлинг против Борусии. Поехали. Ну что же. Первый тур. Лиги Чемпионов для нас. Для нас, во-первых, дебютная игра в Лиге Чемпионов. И сразу же против такого серьезного клуба, как Спортинг. Борусия приехала на выезд. Начинаем. Минье уже просто не успевает. Ошибка какая в защите. Это 1-0. Вот так вот. Не пропускали мы ни разу в сегодняшнем выпуске. Вот пропустили. Кабрали вроде. Ну и Спортинг выходит вперед. Смотрим еще раз на этот момент. Здесь Минье немножко проиграл. Здесь просто разрешил выйти из-за него. Ну и действительно, Джованни Кабраль забивает гол. Вводит вперед Спортинг в первом туре Лиги Чемпионов. Ройс. И Эрлин Холланд правой ногой. Вы просто посмотрите, как забивает норвежец. Аккуратно, филигранно сравнивает. Сравнивает счет. Главное, что получилось. Здесь Ройс аккуратно прям. Выжидал этот момент. Тоненькую передачу отдал. Ну и Холланд мощно. Нерабочей ногой. Здесь вот в притирку. Причем с вратарем. Под подмышку. Забивает. Ну и Холланд просто молодец. Очередной гол для себя, во-первых, забил в этом сезоне. Ну и первый в этом сезоне в Лиге Чемпионов. И как? Ну вот просто. Ну вот посмотрите, что творит Бюрки-то. Я понять даже не могу. Ладно, сейчас защитники разрешили пробить. Но смотрим. Здесь прессинговал. Прессинговал с нарушением там даже. Но Бюрки. Ну как можно было вот здесь. То ли он гадал. Направление удара. Но не надо было. Надо было просто стоять там по мячу действительно. Малин сразу же. Рванул. Уже в штрафной. Малин. И 2-2. Посмотрите сейчас. Ну это просто голая, не знаю, ни минимума. Он с центра поля просто шикарно разыграл. Всю эту комбинацию сам прошел. Просто оставалось им действительно уже отдать только мяч Эрлингу Холланду. Холланд забивает дубль. Ну и время у нас в принципе-то есть. Еще целый тайм, чтобы выйти вперед. Опасный момент. Ой, как? Ну вот просто посмотрите. Сейчас каждый момент залетает у Спортинг. Вот это вот передача в касание вообще. Ну я просто промолчу сейчас. Надо нам отыгрываться. Снова Нунес делает дубль. И Холланд 3-3. Эрлинг Холланд снова сравнивает счет. Что-то не побежал за мячом. Странно, но да ладно. Остается еще буквально там 6 минут. Еще что-то добавит арбитр. Боевая сейчас у нас ничья 3-3. Но надо наконец-то нам, мне кажется, выходить вперед. Я на это просто надеюсь, верю. И готов даже... Нет. Холланда точно пока что не заменю. Но они предлагают выпустить. Ну и Охолланд забивает хэд-трик. Вообще замечательно. И Беллингем забивает победный гол Боруси и Дортмунд. 4-3. Боруси впервые вышла вперед в этом матче. Добились важных трех очков, я надеюсь. Ну и как здесь сейчас Беллингем? Еще с левой ноги в дальний угол. Все шикарно. Понятно, что героем сегодняшнего матча, естественно, станет Эрлин Холланд. Он каждый раз возвращал Борусию в игру. Но вот тоже не менее важный. Забивает гол и Беллингем. И все. Финальный свисток. Борусия просто сделала какую-то сенсацию. Проигрывая по ходу матча 3 раза подряд. Смогли все-таки отыграться благодаря Эрлингу Холланду и его трем забитым мячам. Ну и Беллингем, очень важно было, тоже забил. Лучшим игроком 100% станет Эрлин Холланд. Даже гадалки не ходить. Но мне просто интересно посмотреть XG у Спортинга. 0-8, ребят. 0-8. Как я и говорил, у них каждый абсолютный удар практически залетал. Мы даже не наиграли на свои 4 мяча, тоже на 3. Но в любом случае 0-8 у Спортинга. То есть у них невероятное что-то вот залетало. Ну, это уже значит баг FIFA. Слава богу, что победить хотя бы получилось. Ну и лучшим игроком здесь стал Холланд. Малин отдал для голевые. Также Бранд вышел, отдал голевую. Ну и Марку Ройс тоже. Так, вакансии поработают со сборными. Нам уже Португалия предлагала. А так Китайская Народная Республика, наверное, будет предлагать. И сборная Финляндии. И так, от Бранда нам приходит сообщение. Я в хорошей форме и прекрасно себя чувствую в последнее время. Надеюсь, вы не оставите меня на скамейке в следующей игре против Униона. Я подумаю. Ну, Бранд действительно выйдет. Потому что уже в том состав мы ни разу не играли в сегодняшнем выпуске. И все. Вот таким составом мы выйдем. Домашняя игра против Униона Берлина. Мы пока что в хорошем таком положении. Но нам нужно в любом случае побежать. Потому что сейчас там Бавария. На одну очку нас опережает. Но у нас матч в запасе. Поэтому нам надо пока что все свои матчи выигрывать, стараться. Барусия против Униона. Поехали. Итак, мы снова в городе Дортмунд. Барусия. Сигнал Дуни Парк принимает Унион Берлин. В рамках пятого тура Бундеслиги. Начинаем. Бранд. Такие пасы идут. Пятка мне Тайкс. Не смогу даже передать. Сейчас точно отдать. То есть игрок у нас первый. На замену из команды. Самый низкий игрок во втором составе. Колуму Ани. Колуму Ани забивает дебютный для себя гол. В первой же игре. Тридцатая минута. Отличный дебют для этого парня. Поздравляем его с дебютным голом. Даут. Поддача на дальнюю и гол. И гол забивает Юлиан Бранд. Перед самым перерывом практически. Барусия увеличивает счет встречи. Но это кстати впервые в Барусии такое получилось. За сегодняшний выпуск забить два мяча в первом тайме. Именно бидя в счете 2-0. Потому что я сейчас не вспомню. Со спортингом мы кстати не только один вроде забили. 2-1. Тогда был счет. Да мы ушли. Поэтому да. В любом случае при любых раскладах мы впервые забили два мяча в первом тайме. Он неплохо себя показал в предсезонном турнире. И Колуму Ани. Что творить сейчас а? 58-я минута. Забивает Колуму Ани дубль в дебютной игре. Мне кажется чем-то он напоминает Эрлинга Холмда. Тот также очень отлично дебютировал в Дорхмундской Баруси в Бундеслиге. Правда Эрлинг вышел на замену. А тут Колуму Ани получил для себя место в старте против Униона Берлина. Ну и пока что доверие мое полностью оправдал. Таким еще лягушачьим ударом пошел этот мяч. Траектория мяча. Поэтому 3-0. Впервые получается за сегодняшний выпуск мы громим соперника. Не получилось сейчас забить Униону. Но спорить ему бы 100% уже бы 5 мячей за этот момент накладили. И все-таки мы пропускаем. Уах. Я не знаю как Ужах. Забивает. Уменьшает наше преимущество. Можно сказать и гол престижа такой забил. Но мне кажется Унион наиграл все-таки на свой хотя бы единственный угол в сегодняшней встрече. Колуму Ани через Фамина. Неплохо. Даут. И Колуму Ани. Нет. И все-таки забил. Колуму Ани забивает хэтрик. Первый же для себя игре в Бундеслиге. Тоже просто замечательное событие. Но такого точно у Эрлинга Холанда не было. Поэтому все супер. Отлично отыграл защитник. Все. 4-1. Хэтрик. Колуму Ани. Впервые у нас тоже так получилось. Что в двух матчах подряд забили у нас игроки по хэтрику. Эрлинг Холанда в Лиге Чемпионов. Муа Ани забил в Бундеслиге. Ну такому сопернику грех было мне кажется и не забить. Поэтому поздравляем Колуму Ани с шикарным дебютом. Что у нас там по XG. В принципе мы наиграли на 6 мячей. Унион Берлин на 2. Поэтому ни мы не забили, ни нам. Так сказать. Так. Разговор с Брантом. Я действительно ценю то, что вы прислушиваетесь ко мне и даете играть пока я в форме. Твоя игра вдохновляет. Скажем так. Но вроде он неплохо и забил свой дебютный гол. Ворота Униона. Так. Нам сборная Мексики предлагает стать главным тренером. Уже вторая сборная за выпуск. В других почему-то карьерках такого вот не происходит. Странно. Ну все. На этом мы и закончим сегодняшний выпуск. Конференцию оставим на следующий. Ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok